Здравствуйте, уважаемые подписчики! Добро пожаловать ко мне на канал! Я обычно такие ролики не делаю. Напомню, у меня канал больше посвящен механикам, каким-то сборкам и так далее, и так далее. Но тут я позволил себе это сделать по одной простой причине. Потому что будут раздавать бесплатного персонажа. И я хочу, чтобы у вас был один из бесплатных персонажей, который я вам посоветую. Но помимо этого, мы перейдем чуть позже, именно по поводу персонажей. Сейчас поговорим по поводу халявы, которую я не видел в игре, наверное, со старта игры. Поэтому я вам искренне советую потратить 12 дней и получить эту халяву. Я вам искренне советую. Первая халява. Она начнется у нас с 11 февраля. Напомню, через неделю после старта именно дополнение, которое у нас стартует 3 февраля. Сяо. Что это за событие такое? Вам надо будет в течение 7 дней, это событие будет до 26 февраля, зайти в игру и получить ни много ни мало, как вы видите, 10 прокруток. События. Я подчеркну, нестандартных события. 5 из этих прокруток попадает под Сяо. Потому что тут у вас будет 5 дней. А событие стартует 11. Баннер Сяо заканчивается 17, если я не ошибаюсь. Так вот, получается, что у вас будет 5 попыток, по крайней мере, выбить этого персонажа. После этого у вас будет 5 попыток выбить себе Кицин. 1 и что 1 ожидаемый персонаж, что Кицин один из топовых реально персонажей на данный момент в игре. Помимо этого вы получите опыт героя. Ни много ни мало, 8 штук. Напомню, артерия нам дает где-то 4-5 в среднем. Это и есть именно опыт героя. Так что это примерно 2 артерии в среднем. А это 40 смолы. Ни много ни мало. Плюс 80 тысяч моры и родоусиление. Хреново? Да нет, конечно. Я не помню. Уже когда вот такую халяву раздавали. Наверное, только на старте игры. Но это еще не все. Также у вас будет раздаваться с 26 февраля. То есть, как закончить 100 события. В течение 5 дней еще дополнительно, как вы видите, 3 переплетающиеся судьбы. То есть, прокрутки события. Еще 3 штуки. Также вам дадут 2 слабые смолы. Ни много ни мало. Но вам надо будет заходить каждый день. 2 смолы это 120 смолы. Напомню, в день у вас максимум может быть 180 смолы. То есть, вам фактически за 2 дня вручат ежедневную норму. И это круто. Также вы получите книжки. Да? Книжки, книжки, книжки. Тут мясо танчует фигня. Опыт героя 1 и опыт героя 2. Еще 10 книжек опыт героя. Ни много ни мало. Это еще 2 артерии. Вы думайте в плане смолы, а не в плане того, что всего 5. Это на самом деле достаточно много. Поэтому за, как я уже сказал, 12 дней вы получите 13 прокруток. Но это еще не все. Что теперь касается у нас благополучных персонажей. Какие персонажи у нас будут раздаваться? Кстати, если я вдруг ошибся, вы можете поправить меня в комментариях. Это будет Синьянь. Но я вам, честно говоря, не советую ее брать. Почему? Потому что фактически можно взять любого ДДшника. Она крутая. Я согласен абсолютно. Но лучше я вам посоветую 2 персонажей. Но на данный момент перечислю, какие будут. Синьянь. Нингуан. Бэйдоу. После этого Синцу. Чугун. И Сянлин. Вроде бы вот так. Если я вдруг не прав, поправьте в комментариях. Помню. Сянлин у вас есть и так. Да, конечно, первое созвездие дает вам возможность, чтобы гео... Ой, губа, точнее. Да, у нас понижает пиро сопротивление. Тем самым вы наносите больше урона. Это, конечно, клево. Ну и без этого она нормально себя чувствует. Что касается чугуна. Под Ниману надо собирать пачку. Если вы собираетесь его делать ДД, например. И плюс еще вам надо собирать под него команду. Что тоже достаточно такое. Синьянь я уже сказал. Что касается у нас Байды. Она, конечно, клевая. Клевая, не спорю. Но, я думаю, вы переживете. Если вы ее не выберете. Почему? Потому что Нингуан у нас с вами. Она гео персонажей апует в патче 1.3. Она и сейчас в правильной разборке ломает к чертовой матери лица. Будет ломать еще больше. Поэтому, если вы хотите хорошего ДДшника. Прям хорошего ДДшника. Вот вам Нингуан. Все персонажи клевые. Но это выделяется среди большинства. Есть персонажи, которые выделяются. Что касается второго персонажа, который я вам советую. Синцу. Отличный реактор. Особенно, если вы играете через современялку. Но об этом уже был ролик. Можете на канале найти. Что касается талантов. Почему я его именно советую. Ради вот этого. Книжки. Когда вы делаете себе книжки. Которыми вы прокачиваете свои вот эти долбанные таланты. Которые требуют овер до хрена книжек. Вот это вам поможет шикарно. Это пассивка, которая восстанавливает вам. То есть, вы делаете 3 зеленые книги в 1 синюю. И у вас хрена к там 1 книгу восстановилась. У меня было 1 раз. 1 раз. Вот. Что восстановилось у меня 2. По-моему 2. Да. Вот. Так что это было очень клево. Книги экономятся. Поэтому я вам советую. Ну и плюс он реактор хороший. Как я уже говорил. Вот. Но если у вас он есть. Я вам советую нингуан. Если у вас даже есть нингуан. Я вам советую все равно ее взять. Потому что первое созвездие. При падании обычной атаки наносит урон по площади. Она магичка. Поэтому я вам искренне советую. Вообще я этот ролик делал ради вот этого. То чтобы вы взяли себе отличного персонажа. Я вам все таки советую 2. Синцу. Либо нингуан. Ну. Если вам не хочется их брать. Ну берите другого. Дело ваше конечно. Вот. Помимо этого. Что касается именно события. Которые у нас будет фонарей. Как же получить этих персонажей. Все очень просто. Во время событий остаться со мной. Игроки могут получить одного персонажа. 4 звезды из Льюи. Которую я вам перечислил. Выполните испытание театра Механикус. Это Таур Дефенс. То есть вы будете ставить башню. Защищать. И не давая пройти. Мабам. Да. Ну как стандартный Таур Дефенс. Я думаю вы играли. Вот. И помимо этого. Будучи получать талисманы. За которые на ночном рынке. Можно будет приобрести. Корону. Прозрение. Что это корона. Сейчас я. Те кто вдруг не знает. Плюс именную карту. Это пофиг абсолютно. Так вот смотрите. Ночной рынок у нас будет работать. Вот. Видите. То есть первый ночной рынок. С 10 февраля по. 3 марта. Второй ночной рынок через 4 дня. По ту же самую дату. И последний. 18 февраля. По ту же самую дату. Да. Ну помимо этого. Опыт героя. Волшебную руду. Материалы развития персонажей. И так далее. И так далее. И корона прозрения. Что такое корона прозрения? Это самый нахрен редкий ресурс в этой гребаной игре. В хорошем смысле гребаной. Потому что тут реально иногда надо заморачиваться. Так вот. Вот она. Корона прозрения. Что это за ресурс? Этот ресурс позволяет вам поднять максимальный уровень своего таланта. Без этого ресурса вы его ни хрена не поднимите. На данный момент вы могли выбить за всю, то есть сентября по февраль, три таких короны. Три. Понимаете? И у вас будет возможность выбить четвертую такую корону. Поэтому не призевайте. Если вы сейчас играете пассивно, возможно в дальнейшем, когда вы захотите, точнее играть, именно более активно, у вас будут по крайней мере такие ресурсы, которые выбиваются крайне нахрен редко. Поэтому я вас искренне прошу, зайдите, не поленитесь, получите корону, получите бесплатного персонажа и плюс еще прокрутки, а также камни истока. Если верить сливам, то за все время события и плюс квесты мы получим где-то в районе 2000 камней истока. Это примерно 13 прокруток. Плюс 13 те, которые нам дадут. Да, и забыл совсем сказать. В магазине Паймон у вас обновились также эти молитвы. 5 стандартных, 5 события. Соответственно, вы можете и еще увеличить количество своих прокруток. То есть, если мы прибавим к тому, что есть, то минимум у нас получится где-то в районе 30 прокруток. 75 пыли стоит одна молитва. Соответственно, на покупку этого вам понадобится 750 пыли. С одной прокрутки вам падает 15. Соответственно, 10 прокруток, 150. Но кто-то может сказать, что у вас слишком много требуется пыли. На самом деле, каждый месяц я делаю прокрутки. Каждый месяц мне хватает скупить сразу эти молитвы. И напомню, в 1.3 у нас будет еще одно обновление магазина Паймон. То есть, с магазина Паймон можно будет поиметь ни много ни мало, а 20 прокруток. 10 стандартных и 10 событий. Вот такие новости. Я не буду описывать все новости. Вы можете их и сами почитать. Это как памятка. Так что, пожалуйста, и своим друзьям тоже разошлите этот ролик. Если эта информация была для вас полезна, подписывайтесь, ставьте лайки. Все. Всех благ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok